Я хотел бы каждому, чтобы была возможность высказаться, поэтому хотел бы дать слово на него. Презво смотреть на него. Для будущего хорошего. Для хорошего будущего. Ещё есть? Респектив больше. Ещё есть? Детей. Для будущих детей. Для будущих чьих детей? Своих. А, то есть вы задумываетесь, да? Конечно, как мы будем хорошо. Вот одна утром, а там неинтересно. Задние ряды. Я, знаете, что обратил внимание, мы когда там сидели, Наталья Александровна сказала, вы элита будущая. Задние ряды хмыльнулись, там, ребята спортивных костюм, говорят, да, да, конечно, нет. Я люблю наблюдать людьми. И вот тут тоже в ролике революции такое слово успех. Вы, наверное, наблюдаете, да? По телевизору вам показывают успешность. Вы где-то по улице идёте, видите успешные люди, там, они одеты красиво, они на машинах и на красивых, да, они спортивные, хорошо выглядят. А как добиться этого успеха? Трудом? Каким трудом? Твоим трудом. Знаете, было такое выражение, это лучшая инвестиция, это инвестиции в самого себя. Их у тебя никогда не заберут. То есть, что вы в себя вкладываете, то вы в конечном счёте и получите. Если вы верите, что вы никто, и звать вас никак, да, и ваше дело это алкоголь, наркотики, да, и быть вот на этом уровне, то, конечно же, это ваш выбор. У меня недавно была встреча с одной женщиной, она обратилась ко мне за помощью, говорит, у меня муж пьёт, помоги мне, пожалуйста. Я говорю, а вы сами-то выпиваете? Она говорит, да, по праздникам. Кто пьёт по праздникам? Понимаете? Вот один человек честно сказал, ну, я объясню, почему я задаю такой вопрос. Я спрошу, а почему вы пьёте попросить? Ну как, принято же у нас так, все пьют. Я говорю, ну, знаете, вы такая же, говорю, алкоголичка, только ритуальная. Ну, то есть, ритуал же есть такой, да, поклоняется алкоголю, что... Вот, ну и после этого, после разговора, да, она склонилась к новому взгляду на мир, да, что если ты хочешь изменить окружающий мир, начни с себя, начни менять себя. Вот многие говорят, трезвый образ жизни. Она мне рассказала историю, она рассказала историю, что они познакомились с техниками, где-то ваш возраст, они встречались, а потом поженились. Вы знаете, как вначале в техникуме они вроде как, ну, там, пиво выпивали, да, ну, вроде как-то несерьёзное отношение было. Ну, все, они там, в компании общаются, да, потом со временем всё это переросло в серьёзную проблему, и я более чем уверен, что, ну, многие сейчас задаются вопросом, да ладно, что он нам рассказывает, что-то, а как ещё иначе развлекаться, да, вот сейчас тут был такой вот, ну, такой слог, наверное, о том говорится, что развлечение, да, ну, какое-то такое ущербное развлечение, ну, что, выпил и всё, и больше не надо ничего делать, да, и весь день праздник, да. Для людей, которые ведут трезвый образ жизни, у них же много разных там занятий, вот, ребята, спортивный клуб, да, занимаются спортом, кто-то идёт, ну, мы приходим к своим беседам, да, это тоже для меня какое-то удовольствие, развлечение, я получаю моральное и духовное волотворение, и у каждого есть то же самое, можно почитать книги, кто-нибудь почитает, ну, вообще, всё устали, а вот если... вот центр, да, она работает только, девочка, да, она шимоваться, да, мне приятно видеть, да, людей, которые заинтересованы, просто задали вопрос, да, вам, что, кому не интересно, можете уйти, что-то никто не встал, не ушёл, а что, слаботало? ну, вот просто, вот это вот, знаете, вот сейчас говорили про стадное чувство, да, все побежали, и я побежал, все пьют, и я пью, вот есть такая же субкультура, да, знаете, да, что такое субкультура? это дворовая субкультура, я когда рос, я чё-то как не довелось мне в дворе расти, там родители строги были, ухода, сё, и как-то я минул этот опыт, да, и я, знаете, я сейчас понимаю, что я молодец, да, я там читал книжки, ботаника меня называли там, лох-лохом был, да, тогда это было очень умизительно, да, потому что все окружающие говорили, о, пальцем показывают 10 человек, да, ты никто, звать тебя никак, я вернулся лет пять назад в тот двор, посмотреть, трое сидят, двое умерли, ну, там пятеро чем-то там занимаются, непонятный человек, то есть, ну, уровень, да, знаете, они там же живут, то есть, у них родители там жили там, кто-то с родителями остался жить, это я к чему? Люди, которые знают, да, что их ждет что-то хорошее впереди, они верят в это, они не поддаются на манипуляции окружающих, они найдут своих сторонников и сподвижников, у них со мной сегодня утром был напарник, я его назвал, коллега, да, мальчик, да, он недавно закончил институт, и он говорит, что в свое время его называли белой вороной, за то, что он не пошел отмечать выпускной вместе со всей группой, то есть, пошли все гулять, там что-то будет пивать, и он не пошел, и он говорит, я был белой вороной, а сегодня я понимаю, что я не белая ворона, потому что я нашел своих сторонних единомышленников, да, и они уже для меня белые вороны, потому что сейчас, на сегодняшний день тенденция такая, ну и что слабые, слабые и беззащитные, то есть те, кто пьют в будущем, мы элита, я говорю про тех людей, которые выберут путь вместе с нами, мы будем управлять этим, ну, статус получил, извините, конечно, но, по большому счету, почему многим невыгодно, чтобы люди были трезвыми, да, трезвость, это, в первую очередь, независимость, человек здравый от рассудка, он будет, в первую очередь, видеть, что кто-то хочет воспользоваться, и, знаете, да, там, за бутылку лодки работы люди выполняют некоторые, да, ну, слышали, может, такие выражения, ну, то есть, труд человека оплачивается, ну, такая вот шкала есть, единица, и не хотелось бы, да, чтобы вы здесь сейчас не просто прослушали нас, а, возможно, где-нибудь посмотрели в интернете. Я представляю проект «Новая традиция», да, у нас есть региональное отделение здесь, оно создалось несколько месяц-два назад, да, помимо трезвой России. «Новая традиция» говорит о том, что у нас есть традиции, которые двигают вперед нацию, каждого из вас. Я не сторонник, там, глобального, очевидно, я сторонник, знаете, отвечаю за себя. То есть, ты можешь быть, неважно, к какому движению ты будешь относиться, да, к каким политическим взглядам ты себя относишь, к какому у тебя мировоззрению, но есть определенные ценности, которые тебе помогут всегда и везде. В первую очередь, наверное, эта трезвость, это не, как какая-то, знаете, цель. Вот для меня, если мне говорили, для чего ты живешь, для трезвости что ли? Я говорю, нет, я не для трезвости живу. Трезвость – это всего лишь фундамент, наверное, для достижения каких-то высот в моей жизни. И поверьте, да, вы будущие специалисты, сейчас в наше время, ну, вы отслеживаете, наверное, на рынке труда, да, ситуацию, когда чуть-чуть где-то хромонов, да, я так это называю, поехал криво, ну, тебе сразу галочку поставили, отметим. Ну, давай, до свидания. Тут есть такое выражение, да. Это, знаете, алкоголь делает человека духом слабым. Первое время, да, конечно, тебе покажется, что ты крутой, сильный, ты красивая, успешная, но не в этом дело. Занимайтесь своим психологическим здоровьем. Я рекомендую, в первую очередь, не только спортом заниматься, но занимайтесь психологическим здоровьем. Думайте позитивно и верьте в то, что вы делаете. Без этого у вас никогда ничего не получите. И с кем приведетесь, это вы наберетесь. Энергетика, это работает. Я сейчас чувствую, в зале энергетика поменялась, это ветер перемен. Я желаю вам здоровья, здоровья и всех благ. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добавляйтесь в ВКонтакте, будем делиться вместе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы не так долго. ПАЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...